так друзья всем привет с вами макс и вы находитесь на канале keep going и друзья сегодня будет такой душевный разговор я хочу поговорить о том что я нахожусь в америке уже немножко больше двух лет даже уже на два с половиной года и вот я хочу поговорить о своих впечатлениях от америки до нравится мне тут не нравится доволен тем что я переехал либо недоволен обо всех трудностях и о том вообще стоит ли вам лично переезжать либо возможно лучше отказаться от мысли о переезде в америку поэтому друзья видео будет интересным всем приятного просмотра погнали друзья наверное начнем с того что переезд в америку все-таки это никогда не может быть просто и легко в основном потому что вы переезжаете в страну которой вы никого не знаете здесь нет ни ваших друзей ни родственников не знакомых поэтому вы начинаете жизнь абсолютно с чистого листа и поэтому как бы всегда будет сложности да и знаете есть любители говорить так что ты едешь в страну в которой ты никому не нужен ну давайте будем реалистами на самом деле даже в вашей стране где вы родились вы никому не нужны кроме своих родителей поэтому не имеет смысла говорить что ты едешь туда где ты никому не нужен ты и дома никому не нужен поэтому все это не имеет смысла и на самом деле ты приезжаешь страну в которой ты никому не нужен и здесь к тебе относятся лучше чем в той стране в которой ты как будто кому-то нужен поэтому друзья это смешно лично мне переезд америку дался как бы не сложно потому что я эмоционально был к этому готов я бывал уже в америке я знал куда я еду я в принципе очень легко всегда поднимаюсь на подъем любые путешествия и мне в принципе не сложно быть одному потому что есть такие люди которым сложно уезжать от своих друзей и близких знакомых но у меня такой сложности уже не было потому что у меня уже был опыт путешествие жизни за границей первый раз когда я уезжал в америку по working travel да я тут был четыре месяца и да мне хотелось ужасно домой мне хотелось увидеть своих друзей и все прочее но когда я приехал очень сильно разочаровался понял что все какое было такими осталось а я изменился поэтому после этого опыта я понял что в принципе когда у тебя проявляется желание вернуться домой то это очень на короткий миг хочется приехать на два-три дня увидеть там всех народных и уехать оттуда как можно быстрее поэтому лично в таком эмоциональном плане у меня никаких трудностей в америке не было конечно же я не скажу что все очень легко и просто потому что самая большая трудность иммигранта это легализация да и это для тех мигрантов кто приезжает сюда без green card то это самый самый большой сложный вопрос который все стараются решить решав этот вопрос жизнь прям становится в разы легче а вот те люди которые выиграют green card они в основном как-то не ценят все это и большинство из них вообще пофиг на америку да но те люди которые приезжают по туристической визе вот они прям стараются стараются получить документы всеми способами и остаться здесь на легальных условиях и это скорее всего самая большая головная боль вообще во всех смыслах потому что вот среди всех моих знакомых которые здесь живут ну как бы равеешь мои сверстники у всех только одна проблема это документы а так проблем не с работы не жильем в принципе ну нет туда только только документы но вот люди которые знаете приезжают сюда уже в более взрослом возрасте которые приезжают семьей которые прожили очень много времени там своей стране да и не выезжали никуда то для них это все намного более сложно потому что во первых ты отрываешься от привычного для тебя ритма жизни стиля жизни от своих знакомых приезжаешь страну где тебя никого нет где возможно ты даже не знаешь язык и вот именно эмоционально тебе становится сложно вот я почему-то говорю потому что мне знакомый который приехал с семьей он старше меня на 20 лет вот он не знает английский язык он приехал сюда и ему как бы эмоционально сложно потому что там он привык что он ходит там с друзьями куда-то по барам а здесь получается никого нет с кем был мог пойти где-то посидеть но в моем возрасте что это проще потому что здесь много моих сверстников и в принципе найти себе какую-то тусовку какой-то круг общения на русскоговорящий вообще не составляет никакой проблемы поэтому друзья вот такой короткий ответ будет на то что доволен ли я тем что я переехал либо недоволен то конечно скажу что я доволен даже со всеми там какими-то минусами которые здесь есть в америке да вот этими трудностями например для меня самое большое это легализация да с этой трудностью все равно я доволен и я рад что я нахожусь здесь и не было ни одного дня когда я конкретно пожалел бы о том что я сюда приехал да не было такого момента что стал вот блин нафига я сюда приехал лучше бы сидел дома ни разу такого него даже мысли такой не было и мало того я вам сейчас расскажу вам самом большом кошмаре это таких иммигрантов как я вот примеру мы как-то снимали дом на новый год там было с 12 14 человек все были в принципе все одного возраста тоже все иммигранты все этом кто по тур визе кто по студенческой ну и суть в том что мы делились вечером страшными историями потом начали говорить про страшные сны и в общем кто-то из нас начал рассказывать свой самый страшный сон вот он начал его рассказывать а мы его продолжили то есть каждому из нас снился этот сон то есть я был в шоке реальным то что я думал то только мне такое сниться оказалось что этот сон снился абсолютно всем моим друзьям и в чем заключается сон это то что вы попадаете в свою страну свой город и потом осознаете то что вы не можете вернуться в америку и вот это был самый страшный кошмар я бы меня проснулся в прям в холодном поту мне так было стрёмно и вот оказалось что этот сон снился всем моим друзьям вот сейчас мы виду вы понимаете да насколько каждый из нас боится отсюда уехать да и потерять возможность жить тут хотя ж на самом деле да я не скажу что все из нас там фанаты америки еще что нет просто здесь намного проще комфортнее жить да и даже не имея ничего вот мы приехали сюда по турсийским визам не знали языка грубого ряда ничего не было знакомых все равно нам проще здесь жить чем той стране где вот у нас есть там родители друзья да где там мы получили образование вот все такое хорошо все так хорошо мы знаем язык местный у нас есть разрешение на работу все есть оживешь ты не очень да а тут ты приезжаешь тебя ничего нет ни разрешения на работу не языка не друзей и живешь ты лучше чем там понимаешь и вот поэтому каждый из нас боится потерять эту возможность тем более понимая того что уже все-таки можно будет скоро легализоваться к примеру там площади за документы и эти мысли греет все надеются на то что рано или поздно они получат документы да ну а дальше уже можно будет с ними делать как все что угодно можно уезжать с америки можно возвращаться вот все ждут этого момента и вот друзья недавно я общался со своим знакомым и мы говорили о том что что ты будешь делать если он тебе не дадут документы да ты их не получишь и он просто или что он будет здесь жить до последнего пока его просто надо сильно отсюда не выкинуть до со стороны то есть вот настолько сильно хотят мигранты здесь остаться жить в принципе ну конечно это не все ты каждому свое свое сейчас я объясню для кого это вообще не интересно да покажу пример нескольких людей да кому это интересно кто хочет тут старается остаться есть такие кто вообще нафиг это не надо но вот первый пример людей это пример он такие как я до которые жили своей стране молодые у них ничего нет ну по большому счету ничего не держит да потому что у тебя нету не какой-то хорошей работы не какого-то хорошего уровня жизни и фиг его знает как вообще жизнь сложится дальше будешь ли ты иметь хорошую работу зарплаты либо возможно ты будешь вот так перебиваться работами в макдональдсе грубо ряда ну непонятно да такой вид людей конечно приедут сюда и они с удовольствием начнут устроить свою жизнь и не будут жаловаться не будет говорить что что-то не так а будет просто пытаться добиваться чего-то да а второй вид людей которые вообще нафиг это все не надо это пример вот ну человек у которого свой какой-то уже успешный хороший бизнес до который приносит ему хороший доход он может делать все что хочет он может каждые два месяца летать куда-то отдыхать да то от зачем ему переезжать в америку честно я не знаю он может просто сюда приехать отдохнуть и уехать до либо приехать попробовать открытый свой бизнес еще какой-то и уехать да то есть я на его месте не переезжал бы но в этом не было смысла я просто жил бы там где и жил развивал бы свой бизнес и путешествовал по миру да но если у вас ничего нет то мне кажется тут даже выбирать нечего и к примеру если бы я был одним из вас то сейчас смотрит видео и кто работает на самые обычные примеру работе да кто думает о том как ему просто заплатить за коммуналку как ему заплатить за квартиру как ему там в следующем месяце там не отложить деньги на покупку там какой-то одежды да вот на месте этих людей я даже не задумывался я постарался получить бы визу и уехать как можно быстрее но это лично я потому что живя здесь и работая на такой же примеру примитивной какой-то работе как у нас например как я работал по приезду сюда грузчиком да как бы грузчик не говорили в школе да если не буду учиться вот я буду грузчиком или дворником у нас грузчики и дворники это самый как бы низшая каста дать люди которые вообще ничего не могут тут в принципе все то же самое да но на самом деле здесь дворники но такие дворников принципе здесь нет но те кто занимается мусором вывоз мусора они средне получали это 5-6 тысяч долларов в месяц да то есть в принципе это нормальные деньги и это больше чем минимальная зарплата потом грузчики да они тоже если выводите тракт и может получать там 25 и рубля долларов в час до плюс там чаевые то есть вместе ты можешь делать там 6 8 тысяч поэтому вот вам грузчик да может зарабатывать такие деньги и работает в своей стране такой работе да вы ничего себе не можете позволить работая тут на такой же работе вы можете позволить себе арендовать хорошую квартиру вы можете позволить купить себе какой-то новый iphone примеру да то есть это та вещь которые как бы очень популярны люди покупают но купить в нашей стране на зарплату такой телефон вы можете только отлаживать там полгода да например то здесь вы можете купить с первой своей зарплаты а запада тут каждую неделю, да, то есть первые зарплаты, которые вы получите за неделю, вы можете пойти и купить себе просто новый айфон, вот в чем большая разница, да, то есть покупательные возможности, это я считаю, это одно из самых главных отличий, потому что, живя в своей стране, я помню, вот я заходил в кафешку какую-то и самое первое, на что я смотрел, это не на название блюд, а на цены, да, я смотрел на цены, выбирал сразу что-то такое более-менее недорогое, а потом уже смотрел на название, да, и это оказался чай, например, ну, в основном так было, то здесь я захожу, я доставщик еды, да, который сейчас работал, грубо говоря, доставка еды, я захожу в любое заведение и мне, в принципе, ну, как-то все равно, сколько она стоит, ну, не прям все равно, да, но я понимаю, что это не будет стоить очень дорого и, в принципе, адекватные цены везде, и поэтому уже здесь со своей возможностью покупать я меньше обращаю внимание там на цены, да, то есть все-таки тут возможностей чуть больше, то есть по ощущениям вообще от жизни в Америке и жизни у нас, отлично я это так чувствую, да, если это с чем-то сравнивать, то вот представьте, что это видеоигра какая-то, да, и вот у нас вы играете на каком-то самом сложном уровне против босса, где вы сражаетесь за свою жизнь каждый день, да, то тут вы играете на таком, ну, типа лайтовом уровне каком-то, знаете, ну, типа, сделаю это там или сделаю то, то есть, конечно, здесь есть тоже свои сложности, но все как-то намного проще, то есть прилаживая столько же усилий здесь, сколько мы прилаживаем в наших странах, мы можем нормально жить, да, и после того, как мы жили там, здесь нам намного проще, да, и вот я помню один такой момент с моего первой поездки в Америку, я работал в Dunkin' Donuts, это заведение с пончиками кофе, работал, ну, за минималку, на то время в Бостоне была минималка 10.50, у нас были чаевые, у нас была бесплатная еда с этого Dunkin' Donuts, в общем, мы экономили на всем, чем могли, мы брали еду с Dunkin' этого, ели только ее, чтобы не тратить деньги, слаживали всю свою зарплату, все свои чаевые, да, ну, и в принципе, мы пытались отбить те деньги, которые мы вложили в программу Work and Travel, у нас это получалось, и мы потом с друзьями еще много путешествовали в конце этой программы, то вот я помню, я общался с одним работником на нашей работе, и он американец, ему уже было 30 лет, и он говорит, я никогда не выезжал со своего штата, то есть он нигде никогда не был, в Америке, да, а мы там ездили по многим штатам путешествовали, я летал во Флориду, и вот он был в шоке, он говорит, как, как уезда получается, типа, откуда у вас деньги, я говорю, слушай, мы работаем на одной и той же работе, я говорю, то есть мы зарабатываем приблизительно одинаково, я говорю, просто отложиваю деньги, а вот у него не получалось накопить ничего, потому что, ну, он здесь родился, он здесь живет, он привык к такому образу жизни американскому, привык покупать то, что ему не надо, знаете, и все прочее, поэтому вот у него ничего не получалось, да, у него не было вообще никаких свободных денег, а у нас, те, кто приехали студенты, да, вот каждый из нас смог накопить какую-то сумму денег, да, и смог попутешествовать, то есть вот такое-то отличие, я говорю, в менталитете, да, в образе жизни, и поэтому нашим людям здесь намного проще. В общем, друзья, подытожим все это, я хочу сказать, что, в принципе, я всем доволен, я доволен тем, что я попробовал сюда приехать, попробовал здесь пожить, и ни о чем на данный момент не жалею. Я понимаю то, что в любой ситуации, в принципе, я всегда могу вернуться домой, да, то есть бросить все, сказать, лучше я поеду домой, да, но пока такого момента, слава богу, не наступило, ну и в тот же момент я не могу вам 100% сказать, что Америка – это та страна, в которой я буду жить до конца своих дней. В принципе, не знаю, не знаю, не знаю, я хочу получить грин-карту, это то, о чем я мечтаю, да, а дальше время покажет, потому что стран в мире очень много, можно жить, в принципе, где угодно, я во всех них не бывал, о чем мечтаю, и я надеюсь, когда я получу грин-карту, первое, что я сделаю, я начну путешествовать по миру, возможно, мне где-то понравится больше, чем здесь, да, не знаю, поживем-увидим. Но на данный момент, друзья, это было все, что я хотел вам рассказать, поэтому всем спасибо за просмотр этого видео, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну а с вами был Макс, всем пока!